Экономическая ситуация в России, финансирование сельского хозяйства, вопросы демографии, борьба с коррупцией, развитие IT-технологий. На эти вопросы уже ответил Владимир Путин в ходе пресс-конференции. Вопрос, который во многом касается Ненецкого округа, озвучил представитель Интерфакса о прогнозных ценах на нефть в следующем году. Мы исходим из очень консервативных установок, а именно из 40 долларов за баррель на следующий год. И расходная часть бюджета в процентах действительно будет сокращаться с 18 с лишним до 16 с небольшим. Но в абсолютных величинах это будет константа и в 2017, и в 2018, и в 2019 годах. Это будет 15,8 триллиона рублей. Если сюда добавить пятитысячные выплаты для пенсионеров в следующем году и так называемые связанные расходы и доходы, то это будет 16 с небольшим, 16,1 триллиона рублей. Но у нас полностью заложены все средства, все деньги для исполнения социальных обязательств, в том числе и в майских указах президента 2012 года. Что касается продажи пакета акций «Роснефть», Владимир Путин сказал, эти меры улучшают структуру экономики и привлекают новых собственников на российский рынок. Это швейцарская компания «Глинкор» и государственный фонд «Катара». Перечислили ли деньги иностранцы за приобретенные 19,5 процентов пакета «Роснефти»? Деньги перечислены в бюджет Российской Федерации в полном объеме. Уже перечислены. Иностранцы, конечно, за «Башнефть» «Роснефть» сама заплатила 300 с лишним миллиардов. А иностранцы уже перечислили свою часть 700 с лишним миллиардов. В общем и целом, бюджет получил от продажи «Башнефти» и 19,5 процентов «Роснефти» получил примерно триллион 100 миллиардов. Напомним, в центре международной торговли, где проходит масштабная встреча, работает наша съемочная группа. Чуть позже она выйдет с нами на связь и передаст последнюю информацию с места события.